Всем привет! Сегодня с история от Анонима. Я зачитаю огромную большую историю. Я буду останавливаться, потому что я могу все это забыть к концу истории, она очень большая. Поэтому буду делать комментарии, какие-то ремарки сразу по ходу. Добрый день, Галена! Надеюсь, вас интересует моя история, и вы ответите мне или запишите видео, если сочтете нужно. В августе этого 21 года мы с сыном 16 лет поехали на отдых в Марморис на 10 дней. В Турции мы давали кое не первый раз уже, но раньше всегда были на Анталийском побережье. И настоящими турками или курдами, неработниками сферы туризма я знакома никогда и не была. На четвертый день отдыха на пляже со мной познакомился парень-курд. Правда, об этом я узнала немножко позже. Сначала думала, что он просто турок, с которым мы до этого пару дней уже переглядывались. Он мне сразу понравился внешне. Мы быстро обменялись водными данными, мне 38, ему 31. У меня сын подросток, я давно в разводе. Он женат, не был детей, у него нет, но два года встречался с девушкой из Финляндии, с которой они хотели пожениться, но за его ухода в армию так и не поженились, в итоге расстались. Я живу в российском городе Миллионники, он изначально с востока Турции, но начиная с учебы в университете жил в Бодруме. Буквально месяц назад решил переехать в Марморис, так как этот город ему нравится больше. Я работаю в сфере управления, персоналом. Он спортивный аналитик. Заработать на этой работе можно хорошо, но это нестабильные, непредсказуемые доходы. Мы оба работаем в удаленке из дома. У обоих несколько образований. Как позже выяснилось, одинаковое образование мы оба психологи. Он даже показал мне диплом, потому что я не верила в такое совпадение. Но по профессии мы оба не работаем. Я никогда не работала и сразу ушла в смежную сферу. Он после университета работал пару лет. Мы обменялись телефонами, вечером пошли гулять. С его стороны сразу начались активные действия. Слова любви, восхищения, прикосновения. И поздним вечером перед расставанием мы уже поцеловались. Его наверения мне были абсолютно ясны, но я не могла определиться со своими. В принципе, я не ханжа и не осуждаю курортные романы. Но сама в таких ситуациях и ранее не бывала. К этому же знала про себя, что секс без любви и отношений мне удовольствия обычно не приносит. Но в итоге, посоветовавшись с подружками в ватсапе, решилась попробовать. Который короткий яркий роман. Парень мне нравится, он был симпатичным, умным. Мне было с ним приятно, интересно. А у меня к тому моменту не было мужчины уже три года. Здесь я остановлюсь. Я посоветовалась с подружками спать мне с ним условно или роман крутить или нет. Я не могла принять решение. Не могла принять решение, потому что я чувствую какую-то ответственность. Вопрос к самооценке. Вы как психолог меня понимаете. К слову, я поделилась с ним своим сомнением на следующий день. Честно, я ему все рассказала. Он сначала удивился. Разве не за этим приезжает в Турцию? Но потом вроде бы проникся моей ситуацией. Но, конечно, своих намерений тем более не оставил. То есть он изначально вас воспринимал как курортный, типа легкий роман. Просто вы приехали познакомиться, пообщаться и ничего больше. В общем, остаток отпуска я провела в прекрасном, ярком курортном романе, как и хотела. Интим, конечно, тоже было, даже с удовольствием. Кроме интима, мы много гуляли, ездили по окрестным красивым местам, говорили обо всем на свете. Особенно о культуре, природе, экологии, любви к людям, милосердии, защите животных. Это ценности нам обоим были очень близки. К слову, в последующем я поняла, что он не врет, а реально живет в соответствии с этими ценностями, как и я. Он мусульманин, но не особо религиозный. Обычай не соблюдает, намазы не совершает. Другим религиям это относится спокойно. Сын тем временем завел друзей в отеле, был даже рад, что я нашла с кем проводить время вечера без него. Но я не учла один момент, так как секс без любви для меня неинтересен. Я, конечно же, влюбилась. И офигев от такого напора, красивых ухаживаний, сладких речей, после его очередных пылких признаний в любви и предложений, как-то я ему сказала, что я тоже влюбилась. На тот момент я еще и понятия не имела, что эта схема обольщения абсолютно стандартна. Многоточие. Он был голландцем до последнего, подарил мне золотой браслетик, купил подарки моим родным в Россию, отвез нас с сыном в аэропорт, перед этим свозив на хороший платный пляж, накормив вкусным обедом в ресторане, попрощались в аэропорту мы просто сию, без каких-либо ожиданий. Ни о каком продолжении я даже не думала. По прилету я отписалась ему больше из вежливости, что я дома, с нами все в порядке. На удивление, он стал очень активно и с пылкостью, пуще прежнего мне писать. Я все еще не знала, что это тоже вполне традиционно, но уже начала смотреть блогеров и всякие истории девчонок о турецкой любви и на всякий случай я держала ухо востро. Здесь я становлюсь, что ухо-то востро держать, вы уже влюбились, все уже, ухо можно не держать востро, вы уже потонули, я имею в виду, в чувства вошли. Слово о его соцсетях. Мы сразу же на пляже обменялись аккаунтами. Фейсбук очень семейный, а вот Инстаграм я обнаружила несколько девушек из того же отеля, где отдыхала и я. Они там отдыхали незадолго до меня, ну что, логично все. Но через пару недель после нашего знакомства их там уже не стало. И ни в подписках, ни в подписчицах, и никаких лайков и комментариев я не обнаружила вопросов ему по этому поводу, я задавать не стала. Не важно, что они исчезли, а важно, что они были до вас. То есть это вы не первая, вот на что надо обращать внимание, а не то, что типа их уже не стало. То, что их не стало, это логичное и нормальное, если у человека есть чувства. Но чем он промышляет из того, что знакомится, ходит в том же самом отеле и так далее, вот на это надо обращать внимание. За время нашего удаленного общения я узнала, что он с большой курдской семьи, их 5 братьев, 5 сестер, но они почти, он почти что в среднем, это 10 детей, ничего себе. Сейчас его основная задача достроить родителям дом. Об этой стройке он мне рассказал еще в Мармарсе, показывал фотографии. В переписке он продолжил со мной делиться ходом строительства, даже показывал чеки на покупку строительства, материалов, как доказательство, что финансовая нагрузка реально лежит на нем. Конечно, это с его слов, но я в это вполне верила. Родители на пенсии же, почти все его братья и сестры живут своими семьями. Кстати, интернациональных браков у них в семье нет. Единственный брат, который тоже не женат и живет с родителями, не работает, поэтому ложиться материально в стройку не может. Мой курд даже продал свою хорошую машину, чтобы купить родителям какой-то небольшой грузовичок для домашних дел, и остальное, видимо, вложил в стройку. Эта машина на самом деле у него была, мы на ней ездили летом, и она есть на несколько его фотографий в более раннее время в соцсетях. В середине осени эпопея застройка закончилась, и как он мне обмолвался, он хотел в ближайший год пожить в Мармарисе в одиночестве и спокойствии. Я предполагаю, что после такого проекта у него должно быть не все хорошо с финансами, машину он пока снова не купил, живет в скромном апарт-отеле, своего жилья нет, хотя питается строго и в хороших ресторанах. Через неделю после того, как мы разъехались, он начал спрашивать, когда я приеду снова. Я сначала отшучивалась, а потом все-таки так совпало, что у меня реально появилась возможность приехать снова в отпуск на две недели в октябре. К тому же в этот период у него был день рождения, на который он меня пригласил, и через несколько дней мы согласовали даты, он купил мне билеты, причем для покупки прислал мне фото своей кредитной карты из CVS, потому что я сама нашла хорошие стыковочные билеты на русском сайте. А чего я тоже, мягко говоря, обалдела, как можно незнакомому человеку прислать данные своей карты, да и вообще разные. Раньше никто из мужчин для меня такого не делал. Чаще на моей шее ездили. Вот вам и ответ на все вопросы. Вот вам, вы же психолог, понимаете. Он ездить, раньше ездили на моей шее, я сама готова была подставляться. А теперь он мне прислал, что такого в номере карты из CVS. Ну, господи. Все равно же подтверждение смс, когда на телефон приходят и покупки. Понимаете, циферки надо вводить. Хоть и там, ладно, не на всех сайтах. Ничего там такого геройства, доверия особо нет, честно скажу. Мы везде карточку нашу как светим. И даже CVS, этот пароль есть везде. Я вас умоляю, не надо прилагать слишком много к этому, как бы правильно сказать, ответственности какой-то. До боездки оставался еще месяц, который я прожила просто как в одном сюре. Не могла поверить, что я еду к какому-то малознакомому курду, который с утра до ночи спает меня словами любви, разговариваем о свадьбе детях. Первое время от переживаний я не могла спать, есть, потом пришла в норму. Нормально вы так втюрились, я вам скажу. Моя душа и сердце просто сходили с умами. Меня безумно к нему тянуло. И думать я могла только о нем. Но разом как мог оставался холодным. Так вот и вот он процесс. Ну кайфуйте, что влюбились. Господи, что этому огромное значение. Вот процесс, влюбленность вы получили. Хорошо, спасибо и на этом. Но я еще не знаю, почему он закончится. Я на всякий случай каждый день ждала подвоха, не велась на все разговоры о свадьбе и так далее. Понимала, что он просто пытается говорить мне то, что я хочу слышать, чтобы я не передумала ехать. Я даже продумала случай, если что-то пойдет не так, он меня не встретит, мы поссоримся, я уеду от него и так далее. Что и как я буду делать одна в Турции. Конечно, дала все адреса, контакты, приявки пароля своим родным. Но он меня встретил с цветами, перекусом, потом покормил в ресторане, и мы поехали путешествовать на арендной им машине. Неделю мы ездили по разным красивым местам, останавливались в отелях. Маршрут он продумывал заранее. Ездили к его другу на виллу на пару дней, все было прекрасно. Вторую неделю я жила у него в отеле. Днем мы гуляли, ходили на пляж, немного оба работали в онлайне. Вечером ходили в ресторан или заказывали еду домой, ужинали на балконе. Конечно, он везде всегда за все платил. Разговоры о свадьбе и детях продолжались, но уже не так активно с Майлики. Но я понимала, что мне терять нечего, и заявила о своих желаниях тоже, раз уж пошло такое дело, если мы говорим о серьезных отношениях с семьей и детях, то у него должна быть хорошая машина, большая квартира, а мой сын должен закончить школу, достичь совершеннолетия, поступить в институт в России. Последнее произойдет через полтора года. Вот тогда Ваня и я ваша навеки. Он как-то неоднозначно реагировал на мои подобные заявления. Таких разговоров было несколько. Как будто расстраивался, но потом спохватился. Ой, конечно, ты права, раньше переехать уже не получится, жениться, рожать детей без хорошей материнальной базы нельзя. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. К слову, он знает, что у меня хорошая работа, есть квартира, машина, но я еще до поездки сказала, что свободных денег у меня никогда нет, много регулярных расходов, а машина куплена в кредит. Ну, вообще-то это правда, кроме того, я боялась, вдруг он мошенник начнет что-то просить. В общем, я поставила такую защиту. Правильно сделали всегда мужчине. Минимум говорим, я бедная и несчастная, денег у меня нет, лучше такая позиция, чем он знает, сколько у вас денег и начнет их считать. К тому же в Марморисе я решила еще сильнее его приземлить с облаков и попросила показать мне сайты, где можно купить недвижимость, хорошую большую трехкомнатную квартиру. Он оживился, ты хочешь купить квартиру в Марморисе? А я сказала, нет, ты ж хочешь для нашей семьи, разве нет? Тут же он обалдел, пробормотал, что да, конечно. Мы еще немного поговорили про цены на недвижимость, какую, за сколько он бы хотел купить квартиру, а я решила, что стресса с парнем достаточно, не стала дальше развивать тему. Молодец, очень красиво. Девочек примитив к сведению, классный трюк. К моему удивлению, на следующий день он сказал, что сам нашел интересный вариант, и мы можем сходить посмотреть квартиру, если я хочу. Правда, предполагал он мне это без особого энтузиазма, может, надеялся, что я все-таки откажусь. А я сказала, хочу, конечно. Мы посмотрели вариант, он оказался не очень хорошим, а дальше мы шли обратно, рассматривали дома, обсуждали, где бы было лучше жить, но больше тему после этого всерьез мы как-то и не поднимали. К слову, после этого он как будто чуть охладил ко мне. Вроде бы все те же слова, взгляды, ухаживание, забота, прикосновения, но чувствуется, что что-то не то. Я же наоборот, влюбилась к этому моменту окончательно. Я здесь остановлюсь, скажу, вы молодец, вот это поведение чисто турецкой женщины, да, квартиру, давай посмотрим, я могу только похвалить. Политика поведения правильная. Охолодил, потому что местные женщины поступают точно так же, как и вы. Кстати, его день рождения мы отметили вдвоем вечером на пляже столиком с свечами, фруктами, шампанским. Хотя он, кстати, практически не пьет, только когда я его уговаривала сделать пару глотков, еще он не курит. Однем ему звонили его друзья, родственники, с некоторыми из них мы разговаривали вместе, они устроили мне допрос с пристрастием, серьезно ли у меня к нему намерение, действительно ли я его люблю, потому что мне достался очень хороший мужчина. Этим они меня, конечно, умилили. В аэропорту мы снова прощались без конкретики си-сун, он сказал, что теперь он ко мне приедет, но когда не знает, в общем, иншаллах. Больше подарками моей семье он снова купил мне подарки, мне в этот раз ничего существенного и не дарил самой. По прилету мы общались, продолжили, общение наше продолжили, но ощущения меня не обманули. Он явно писал мне реже, правда предупреждал заранее, что запустил работу, отдыха со мной у него, для времени со мной отдыха нет, надо, короче, надо ему наверстать работу, бла-бла-бла. Я к тому моменту уже прокачалась, в кавычках, посмотрев десятки хороших историй, но от этого легче мне не стало. Мой мозг твердил мне, что шансов на серьезное продолжение у нас практически нет. К тому же я сама была далеко не уверена, что мне это нужно, но сердце меня не слушалось и рвалось к нему. Через неделю мы созванились, мы раньше по видео созвонились примерно раз в неделю, в выходные, вот какой-то такой график удобный был. Я увидела его, не выдержала и расплакала, сказала ему, что я сильно влюблена, скучая, очень переживая, что он мне реже пишет, что непонятно, что как мы когда увидимся. В общем, короче, мне все это тяжело, ну и он сам, конечно же, украдкой смахнул пару слезинок многоточия. После этого наша переписка снова стала такой же, как прежде, активность, нежность, страстность, темами о любви, детях, жизни, о планах, траляля и всем прочим. И как-то раз неожиданно скинул мне видео русской-турецкой свадьбы парня из Мармарси. Вот, думаю, интересная же тема он тут гуглит. Он заказывал мне в подарок красивый набор цветов и конфет, чтобы я не грустила. Заказывал романтический ужин на наши три месяца знакомства. У нас было онлайн-свидание. Позлала мне открытку из Мармариса по моей просьбе. Но каких-то предложений, материальной помощи, серьезных подарков не поступало. Как вообще это происходит у других девчонок, я не представляю. Про встречу мы еще изначально обсуждали, что это может быть весной, скорее всего, но я поняла, что так долго не протяну, и попросила его приехать в декабре. Он ведь тоже хотел увидеть Рождество. Он мне ничего особо не предлагал. Думал, что для приезда ему, как и мне, достаточно купить билеты, взять загранпаспорт. Но потом оказалось, вопрос визы встал. Поставил первый компонент он прививки, попросил меня подготовить для него инвайт-письмо. Я подготовила все документы, подала их через госуслуги. Мне пару раз их вернули для исправки ошибок, и больше я их отправлять не стала. Что случилось с этим сервисом? Причем эта ошибка появилась не у всех. Вариант был ехать, подавать документы в МВД лично, но гуляя в лесу, я сломала ногу и сижу дома в дипсе до сих пор. Ничего себе. Сочувствую вам. Выздоравливайте. К тому же, второй компонент прививки он поставит только 21 декабря. Вакцинация нужна для медкарты и страховки для визы. Да, и в России без сертификатов о вакцинации никуда не пойдешь. Короче, на Рождество России он никак не приедет. А в России, кстати, не принимают файзер и так далее, только спутник. Я думаю, что ему и турецкая здесь файзер или там и астрозенок, она не пойдет вам в Россию. Все равно ему не дадут вот этот бар-код в России, QR-код, позвоните, в России. Начали говорить о том, что когда можно было бы приехать мне в Турцию на Новый год, я спросила, празднуют ли его в Турции. Рассказала, как бы хотела его отметить, но что касается моих собственных желаний и намерений, я их формулирую быстро, четко, чем всегда я его и шокирую. Но опять же, неизвестно пока, когда мне снимут гипс. А ему тоже не факт, что вообще дадут визу, так как работа у него неофициальная, в собственности ничего нет, я так полагаю. В общем, обложили со всех сторон, как будто кто-то или что-то отвалит нас от этой встречи. Я в такие знаки верю и поделилась с этим, с ним. Он со мной не согласился, сказал, что не намерен сдаваться, мы преодолеем все трудности и скоро увидимся. Но может сейчас, а чуть позже, через 2-3 месяца, как раз ближе к весне, когда ковидная обстановка наладится. От таких слов я сразу же начинаю паниковать, что он сливается, но ему я это не пишу. Какой смысл? Каждый раз, мне кажется, что у него много работы, что его будут доставать? Опять же, умом понимаю, что еще и пара недель, месяцев и вряд ли расставит все по своим местам. Приснится ли ситуация с визой, с гипсом, с ковидом, с обстановкой, с прививкой. В общем, отмазок тогда у нас больше, если они были, не останется. Сказал, что рассказал обо мне семье, о том, что собирается зимой в Россию, показал скрин переписки с сестрой. В общем, даже не знаю, что я хочу спросить. Наверное, так. Это я слишком паникую, тороплюсь, постоянно накручиваю себя. На самом деле, шанс у нас есть, и надо немножко успокоиться и не давить вопрос. Ведь и в его планах на будущее я присутствую, но как-то не совсем уверена, когда придет время, иншаллах. Или шансов нет, и я упорно не вижу чего-то, из-за чего наше общение пора сворачивать прямо сейчас. Вдруг он все-таки какой-то изощренный мошенник? Стоит ли мне какой-то вопрос ребром? Если по-честному, чего бы мне хотелось, то хотелось бы эти полтора года провести с ним в любви, в поездках друг к другу, в небольшом путешествии, а потом создать к ним всему и переехать к нему. С этим планом на словах он согласен. Когда пытаюсь обдумать ситуацию, трезво в голове ощущаю, какого-то киселя мысли физически куда-то прячут. Так, какое длинное письмо, так что ответ будет короткий именно на три минутки. Что происходит? Все, мне кажется, понятно, вы слишком боитесь любить, вы уже влюблены по уши втрескались, так что даже заднюю давать смысла нет. Дайте время, доверяйте. Я вам так скажу. Я вам скажу, почему пробуксовывает общение. Это не отмазки, ничего, реально так вполне возможно. На что обратить внимание? Да, он думал, что иностранка, я говорю, обратить внимание, что другие девчонки там у него были, вы не первая, с кем он там просто знакомился, что-то флиртовал. Думал, скорее всего, у него Николане двора нет, вот так скажем, да. Я строю родителям дом. Блин, у тебя еще 10 братьев и сестер, алло, ты не должен один это делать, если что. Так что, я считаю, что это какой-то, да, он вкладывался, но отчасти это оправдание его материального состояния на данный момент. У него ничего нет. Он еще не успел, может быть, что-то заработать к 31 году, тоже неудивительно. Вы ему очень нравитесь, у него реально есть чувство симпатия, но он не знает, как он финансово вас будет тянуть. Очень хорошо, что вы сразу говорите о своих желаниях, о квартире, всей этой истории, чтобы он, вот видите, пробуксовка пошла, что вы ему реально не прикидываетесь такой дурочкой, а потом с него что-то спрашивать будете. Вот по факту надо то, 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 так и надо. Он, скорее всего, думал, что иностранка, им мало надо, как всегда, они многие думают, турки, да, я убегу от проблем, турчанка на меня не посмотрит, то у меня ничего материального нет. Турчанка тоже сразу насчет про квартиру, я ей начну в уши лить, а она мне говорит, да, дружок, по факту, то что у нас получается? И вот вы с него спрашиваете, по сути, как турчанка, но он у вас уже влюбился. Не надо себя винить, я неправильно делаю. Правильно делайте. Вот вы сейчас видите сразу, для вас, у вас проще выбор, вам в уши лапшу не вешают, понимаете, даже эту пробуксовку вы оцениваете в отношениях, она появилась, и хорошо, что появилась, вам показатель, у него ничего нет. Я бы хотела с ним через полтора года пойти там замуж за него, жениться с ним, с ним жить. Как вы жить на что будете? Вы понимаете, у него с квартиры не получится, не будет у него денег, если покупать на свои. Я к тому, что финансово он вас содержать не сможет. Вам придется рассчитывать 50% своего вложения, или больше, может быть, даже ваши потребности, если в России хорошие, вам что-то больше хочется, там хорошо живете на уровне, вам придется много вкладывать финансово. Он тоже придется там работать и так далее. Если он не сможет потянуть, вот сразу говорю, иностранную жену, документы, всякие вопросы. Короче, вы понимаете, много всего наваливается. Так что это любовь, это чувства, но вот такие. Не надо себя питать в иллюзиях, что у вас будет квартира, хорошее там, типа жилье и деньги. Они не появятся за полтора года, если он не сделает какой-то стартап, бизнес откроет, и он реально мозг свой напрягет и каким-то образом начнет больше зарабатывать. Только вот в этом случае. Если будет все так же, как сейчас идет, и вы увидите, через полгода, через год ничего не меняется финансово, он не развивается, не улучшается, значит, он так будет всегда. Все. Потому что его максимальный стимул на развитие здесь и сейчас, что вас перетащить, там, завоевать и так далее. Если он не вкладывается, вот и сейчас не пытается мотор свой запустить, денег больше зарабатывать, что-то мозги включить, работать как-то на эту тему, нет, никогда этого не будет, поверьте. И там, ой, да я рожу ребенок. Не получится вообще, будет новая нагрузка ребенок, например, еще больше траты, еще хуже будет финансово жить. По поводу вас. Вас пугает прошлый опыт, проблема в том, что да, вы бежите впереди паровоза, дайте отношениям развиваться. То, что вы с него спрашиваете, финансово нормально, все окей, хорошо, я уже его давлю, вы его начинайте давить. Отстаньте от парня, встречайтесь, вы хотите полтора года отношений, встреч, ну блин, вы на него начинаете давить и наезжать. Чего как? Приезжай, давай, давай. Ой, он, наверное, отмазки ищет. Да расслабьтесь, наслаждайтесь. Я говорю, вам нужен процесс, влюбленности, бабочек в животе и все так далее. Так вот, наслаждайтесь. О, мне не дело материальных подарков. У меня вопрос, а с какого шиша он вам делать их будет? У него нет на это деньги. Вот его материальные подарки, вот цветы, конфеты, которые он вам отправлял. Понимаете? Вы что от него ждете? Мне кажется, проблема в том, что вы не, скажем так, отцей не сопоставляете ваши желания, как вы видите от тех же блогеров, в инстаграме или где-то видео каких-то, как они живут, как им подарки, вы что-то сказали, а я не понимаю, что девчонкам подарки делают, а мне типа нет материальные, деньги никакие не присылают, а у него нечего присылать. Вот в чем разница. Вам хочется одного, вы видите, а у него возможности другие. Вот и все. Ему не с чего вам присылать. Вот он вам присылал цветы, конфеты, это его уровень. Вас этот уровень устраивает? Да, да, нет, нет, все. Сможете ли вы больше получить? Ну, если он будет стараться, за эти полтора года, вот посмотрите, он будет улучшать свой социальный статус в плане, там, больше зарабатывать, там, работать, что-то мозги включать, прилагать больше усилий, вот увидите его стремление. Если ничего не меняется, все будет так всегда, на цветочках все останется. Уровень не поднимется, квартира трехкомнатной не будет. Вот. Мой вывод такой. Девчонки, пишите ваши комментарии, что вы посоветуете. Я советую себя по минимуму сдерживать, не давите на парень, ничего, к нему лезете. Наслаждайтесь процессом, сфокусируйтесь на процессе бабочек в животе, влюбленности, позвольте себе любить. Все. А вот это ваша вот мания, его давить, привязывать к себе, вот знаете, ощущение, что вы хватаете песок, он сквозь пальцы просачивается, да? Успокойтесь, это ваши старые страхи из прошлых ваших отношений. Релакс, да? Не напрягайтесь. Вы не умеете жить в моменте здесь и сейчас, наслаждаться. Вам надо больше вот это вот не потерять. Это ваши страхи. Расслабьтесь вообще, наслаждайтесь сейчас моментом, что у меня сейчас эти отношения есть, что мне хорошо, и все замечательно. Вот мой совет такой. Если вы тоже хотите ответа на ваше письмо в эфире, в видео, пишите мне на почту, почту в инфобок, система письма, история от анонима. И если вам нужна моя консультация как психолога, индивидуальная, то, пожалуйста, пишите в теме письма, консультация. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok